Когда обращаться в суд, а когда в прокуратуру, зависит от того, какие цели преследует заявитель. И тот, и другой орган призваны защищать права граждан и организации, но достигается это разными способами. Поэтому, если у заявителя есть основания полагать, что происходит нарушение закона, он обращается в прокуратуру. Там его обращение рассматривают, проводят проверку. Если факт нарушения будет установлен, то встает вопрос о наказании виновного и прекращении нарушения. Для исполнения своих функций прокурор выносит предписания и издает распоряжения, исполнение которых обязательно. Обращение граждан в прокуратуру – тема нашего сегодняшнего разговора. Это программа «Прокурор в теме». Я представляю гостей в студии. Андрей Владимирович Смирнов, прокурор Советского района Самары, старший советник юстиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде чем начать разговор на заявленную с вами тему, у меня, вы знаете, это вопрос, ставший уже традиционный, когда приходят ваши коллеги в нашу программу «Прокурор в теме». Скажите, пожалуйста, как давно и с чего, самое главное, начался ваш путь в профессию? – Немного неожиданный вопрос. Путь в профессию начался с работы в 2000 году, поступил на службу в прокуратуру в должность следователя. Выбор пал. Ну, при учебе еще в университете проходили практику. Ну и тогда, на тот момент, вот как раз прохождение практики, большую часть ее прохождения было связано как раз с прохождением в органах прокуратуры, и именно у следователей. Сразу как-то заинтересовала эта работа, и, наверное, когда после окончания уже университета поступил на службу довольно быстро, на тот момент уже работал общественным помощником в прокуратуре, поскольку последний курс он уже, ну, таких затрат уже не было, скажем, по учебе, да, уже экзамены, написание диплома, поэтому была возможность работать с общественным помощником, и как-то, и вот эта работа с общественным помощником, она в итоге вылезла. – Определила выбор профессии? – Определила, да, и уже с октября 2000 года был принят на должность следователя Кинейской межрайонной прокуратуры, проработал там сначала следователем, потом через три года на должность был назначен заместителем прокурора того же района, занимался также следственной работой. После реорганизации в 2007 году, когда у нас, да, следствие у нас было, значит, создан был следственный комитет в последующем, сначала при прокуратуре был следственный орган создан, вот, продолжил работу в прокуратуре, также в должности заместителя, в последующем работал заместителем уже в Самаре, и вот был назначен в 2018 году первый раз назначен на должность прокурора Киней-Черкасского района, и в 2020 году, в декабре, назначен на должность прокурора Советского района. – Ну, то есть в районе работаете уже два года, успели уже изучить обстановку, ну, и вот, да, как-то освоиться, что ли, в делах, разумеется. Как вообще можете оценить вот свой Советский район? – Ну, практически два года, да, полтора, наверное, если быть точным. Ну, конечно, уже с первых дней была дана, были изучены определенные материалы, да, статистика, сделаны выводы по тем иным направлениям, какие-то корректировки в работе проведены. Ну, довольно стабильно, если касаемо криминогенной обстановки, она довольно стабильно остается. Что касается, там, преступлений тяжкого, особо тяжкого, преступлений против личности, могу даже отметить, что в этом году, вот, ну, на сегодняшний день происходит снижение, да, спад данного вида преступлений, вот, особенно это касается грабежей, то есть открытых хищений имущества, у нас там в несколько раз эти преступления. Что касаемо убийств, у нас за вот этот период, 4 месяца, ну, 5 месяц пошел, было совершено одно убийство на территории района, в прошлом году у нас было аналогично. Также, вот, что касаемо преступлений и причинения тяжкого вреда здоровью, у нас тоже данные преступления на спад, кражи на спад, ну, вот, некоторые виды преступлений, скажем так, произошло по ним снижение. Произошел небольшой рост преступлений тех категорий, которые именно выявляются сотрудниками полиции, в первую очередь, вот, это преступления, связанные с незаконной постановкой на миграционный учет, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, вот, поэтому, ну, стабильно оцениваю в настоящее время обстановку. Не сочтите, пожалуйста, мой вопрос за нескромный, все-таки, чья это заслуга в первую очередь? Конечно, я понимаю, что прокуратура ведется очень большая профилактическая работа, но вот, все-таки, чья заслуга, что, слава богу, статистика по преступлениям все-таки идет на спад? Ну, здесь, наверное, надо нужно говорить о слаженной работе всех правоохранительных органов, да, и в первую очередь, наверное, ну, не в первую очередь, но в том числе и прокуроры, как координаторы этой работы, поскольку, я еще раз повторюсь, проводится, ну, можно его назвать ежедневным, наверное, анализом вот этой ситуации, да, докладывается оперативная обстановка каждое утро прокурора, изучаются сводки, изучаются какие-то цифровые показатели, вот, ну, и корректировки соответствующие, сразу, незамедлительно стараемся вносить в работу и сотрудников полиции, их корректируем, ну, и слаженные, наверное, действия всей системы, в том числе и судебной системы, которая, да, там, рассматривает дела уголовные, рассматривает материалы, оперативно реагирует на какие-то, значит, моменты. Вот слаженная работа всех правоохранителей, она, наверное, в первую очередь и приводит к таким результатам. Давайте перейдем к нашей заявленной теме. Первый мой вопрос по теме именно нашей сегодня. Все-таки с какими вопросами чаще всего обращаются граждане за помощью к вам, в прокуратуру, если мы сейчас говорим о советском районе? О советском районе? Ну, конечно, я, в первую очередь, социальная сфера, сфера ЖКХ. Да, вот, выделил бы, наверное, на первое место эту сферу, да, вопросы благоустройства, вопросы капитального ремонта, переселения. Сейчас довольно активно у нас, ну, у нас сейчас разные формы, да, ТСЖ, ТСН, управляющие компании, есть старшие по кварталам, то есть, и поэтому очень активно отслеживают ситуацию, знают сроки, когда, например, по дому должен быть у них пройти капитальный ремонт, да. Да, граждане очень информированы сейчас, потому что и в соцсетях общение и с администрацией района, в том числе, идет очень активно, да, управляющие компании. Если в эти сроки что-то не заступает, видят, что, да, там, подрядчик не зашел на работу, или же в эти сроки работы выполняются, но не того качества, как они хотят, могу сказать, что незамедлительно, практически, граждане реагируют на это. Причем изменились же сейчас формы обращения, да, и в том числе в прокуратуру с развитием информационных технологий, поэтому у граждан есть возможность очень оперативно реагировать на эти нарушения. Любые нарушения, связанные, там, ну, опять же, с тем же ЖКХ, да, там, отсутствие света, отсутствие воды, каких-то вот еще таких, там, благоустройств внутренней территории, тоже знают граждане, что они платят за это свои деньги, своевременно платят, поэтому и реагируют на эти нарушения тоже очень оперативно. Остро и оперативно. Да, остро и оперативно. Ну, то есть вы хотите сказать, Андрей Владимирович, извините, что вот сейчас вас перебило, обращаются в прокуратуру, то есть не напрямую обращаются к тем организациям, которые должны устранить, а сразу жалуются в прокуратуру? Наверное, вот большинство обращений, большинство, и это я не лукавлю, они действительно поступают в прокуратуру, несмотря на то, что у нас, да, там, есть жилищные инспекции, есть много всяких, да, контролеров, да, но, тем не менее, большинство, еще раз повторюсь, обращений именно в прокуратуру. Ну, связываю, наверное, с тем, что определенное, значит, доверие уже выработано у граждан, скорее всего, к органам прокуратуры, поскольку понимают, иногда даже приходят и говорят, им разъясняешь, да, порядок обращения, но есть вот контролирующий орган, вы можете туда обратиться, мы обязаны принять заявление, да, это его волеизъявление гражданина, если хочет, он, несмотря на наличие контролирующих, он может нам, и часто они подают, они говорят, а вы, пожалуйста, направьте с контролем наши обращения, чтобы мы знали, что прокурор, вот, как-то он все равно за этой ситуацией, он хоть и не сам разбирается, но он, тем не менее, смотрит на эту ситуацию, надзирает за ней. Ну, и зачастую, конечно, если они получают ответ неудовлетворяющий, да, сконтролирующих органов, то здесь, как бы, незамедлительно следуют реакции, уже все прекрасно знают, что надо писать в прокуратуру, что вот именно прокуратура, скорее всего, им в этой ситуации какую-то точку окончательную поставит, разрешит вопрос. Да, спасибо большое, вы сказали про сроки, а вот я сейчас хочу спросить, каким все-таки законом регламентируется порядок, и, конечно же, сроки обращения граждан, да, обратились с проблемой, но ведь это не единственное обращение в районе, у вас очень много в день поступает таких жалоб и обращений, и не только по ЖКХ, больше ста в день? Вот просто так на спинку если взять? Ну, нет, меньше ста в день, я могу статистику определенную, но вот у нас за 2021 год поступило порядка трех тысяч, более трех тысяч обращений. Вот, на настоящий момент у нас четыре месяца, да, ну, в мае здесь праздничные дни были много, у нас уже более тысячи обращений поступило. Это очень много, очень много. Как обрабатываете, как реагируете, какие сроки? Большинство обращений у нас, мы в настоящее время, ну, и стараемся всегда, все-таки мы в контролирующие органы довольно мало перенаправляем. Но что вот касаемо, например, этих тысяч обращений, которые поступили более тысячи в текущем году, у нас перенаправлено в другие органы, где по территориальности, значит, у нас порядка 170 обращений вот из этой массы. Вот, причем из них часть обращений направляется с контролем, то есть мы также по нашей инструкции мы заводим надзорные производства и контролируем. Обязательно, то есть по рассмотрению обращения, кроме того, что контролирующий орган направляет ответ заявителю, он нас уведомляет в обязательном порядке с приложением копии этого ответа. Если нас что-то там не удовлетворяет, мы их тоже изучаем, смотрим. Если что-то не удовлетворяет в этом ответе, мы уже реагируем соответствующим образом. Но вот из этого потока обращений наверняка еще и не все к вам по адресу. Ведь чтобы написать обращение, заявление или жалобу в прокуратуру, нужно соблюсти определенную форму. Ведь верно? И поэтому вот обработать такое количество обращений и выбрать вот именно те, которые действительно нуждаются в вашем рассмотрении, это же ведь тоже действительно трудозатратно. Ну, это ежедневная работа, ежедневная, начиная, наверное, не скажу это с меня, начинается эта работа. У нас сейчас введен электронный документ оборот и все обращения, поступающие в прокуратуру, даже если они поступают, значит, с личного приема, в письменной форме, они обязательно регистрируются в нашей системе и в электронном виде попадают мне уже для дачи резолюции. Ну, и вот эта работа, она в первую очередь начинается, конечно, с этого, что необходимо каждое обращение изучить, понять, мы, там, даже, да, наша прокуратура или прокуратура, например, там, Кировского или Леньского района, это их, значит... Да, конечно, конечно, да. Но еще раз повторюсь, мы принимаем все обращения, мы разъясняем зачастую, и граждане приходят, когда особенно прием, они, как правило, всегда оставляют нам, даже ты разъясняешь ему, что будет заниматься прокуратура, там, Ленинского района. Да, они нам оставляют, и нам проще по нашей системе, мы в этот же день регистрируем его обращение, ну, например, там, пенсионер особенно, да, он проживает там в одном квартале от прокуратуры Советского района, ну, зачем ему ехать в Ленинский район, если есть возможность нам принять обращение и быстро, практически в тот же день его перенаправить уже в прокуратуру. Но вы сейчас, Андрей Владимирович, нарушаете регламент, а то граждане могут подумать, что можно в любую прокуратуру, все-таки порядок должен быть во всем, и в обращении в том числе, конечно. Есть, да, если они обжалуют действия должностных лиц, значит, должностные лица на территории определенного района находятся, то у нас порядок такой, что все-таки они обращаются в ту прокуратуру, где находится данная организация, там, орган местного самоправления, еще что-то, вот, ну, по месту расположения. Андрей Владимирович, да, скажите, пожалуйста, а вот вы сообщаете ли заявителю о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования, вот, которые выносятся по его обращению, ну, проще говоря, вот, насколько налажена эта обратная связь, не приходится людям ждать месяцами? Да, мы еще затронули вопрос сроков, да, и как-то я этот вопрос немного так упустил, отвечу на него, наверное, там, не буду ссылаться на федеральный закон, на нашу инструкцию. Есть определенные сроки, да, рассмотрение обращений, если обращение поступает и по нему не требуется проведение проверки, изучение каких-то материалов, запросов, еще чего-то, то в 15-дневный срок мы даем на такое обращение ответ. Если по нему требуется изучение каких-то материалов, там, выход на проверку, особенно касаемо, вот, например, вопросов ЖКХ, поскольку у нас такая практика введена, что мы практически по всем обращениям, у нас помощник прокурора, который отвечает за это направление, он или встречается с заявителем на месте, у нас есть такая практика, то есть он выезжает туда и на месте, приглашает там жилищную инспекцию, администрацию, прямо в ходить, на месте, да, на месте, да. Вот. То такие обращения у нас разрешаются 30-дневный срок, если, значит, там еще какие-то, ну, еще что-то, какую-то дополнительную проверку, то можно протлить на 30 дней. Но, скажу по практике, у нас ни одного продления, вот, по крайней мере, сколько я уже работаю в органах прокуратуры, сколько, 22-й год, да, вот, у нас на более чем на 30 дней сроки проверки не проходят. А вот вы знаете, актуальный вопрос, судя по прошедшей зиме, которая была очень снежная, вот такой вопрос, скажем, да, регулярно управляющая компания не счищает сосульки с крыш. Это травмоопасно, порой даже, не дай бог, может стоить жизни. Вот такой вопрос требует ведь ненедленного вмешательства. Вот как вы решаете подобные вопросы? Приходилось сталкиваться или на практике? Хороший вопрос. Расскажу алгоритм наших действий. С прошлого года начал, когда работать, у нас день начинается с ежедневного изучения сводки. Как правило, вот эти все травмы, где люди получают там при падении сосулек, снежные лавины сходят, это все попадает в сводку. Но в прошлом году у нас выявлялись случаи, что не так оперативно. То есть это могло пройти два дня, пока медицинская организация сообщит об этом, поскольку граждане сами не всегда сообщают в органы полиции. Они едут в медицинское или там скорое забирают учреждение, пока оттуда придет сообщение. Мы наладили в этом году эту работу. И более того скажу, что у нас было возбуждено несколько уголовных дел в этом году по фактам получения травм именно при падении сосулек и при падении схода снега. В том году у нас была такая проблематика, что мы не всегда своевременно выезжали на место происшествия и фиксировали, поскольку вот именно в данном случае это насколько оперативно сработают органы следствия, насколько они оперативно зафиксируют именно факт схода снежной лавины или сосульки именно с этой крыши. Именно в этом месте от этого зависит исход вот этих дел. В этом году мы очень оперативно сработали. Это статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предусмотрена уголовная ответственность в отношении должностных лиц, которые, значит, несовременно провели очистку вот этой территории крыши. И вот в настоящее время уже все уголовные дела данной категории, порядка четырех уголовных дел у нас было. Дела расследовались следователи Следственного комитета. Они сейчас направлены в суд, и часть уголовных дел уже рассмотрена в суде. Спасибо за ответ. Продолжаем программу. А скажите, пожалуйста, все-таки проводится ли, может быть, анализ статистических данных об обращении граждан? И все-таки динамика какая-то существует? Анализ, конечно, проводится. У нас, наш, есть ведомственный отчет. Вот, он, значит, как раз в нем и фиксируются все обращения, поступившие, разрешенные, перенаправленные. Вот, что с этими обращениями удовлетворены, там, отклонены, еще что-то с ними сделано. Какие меры реагирования по ним приняты. Есть еще отдельный отчет, это личный прием прокурора и его заместителей. Вот, давайте об этом поговорим. Вообще, возможно попасть на личный прием? Конечно, возможно. У нас, значит, с понедельника по четверг у нас прием организован с 9 до 18 часов, то есть полный рабочий день, и в пятницу с 9 до 16.40. Прием у нас в районе, я и три заместителя, и у нас распределено таким образом. Я вот прием каждую среду ошляю. Уже многие граждане об этом знают. Находился недавно в отпуске, вышел с отпуска как раз на среду. Приходят, говорят, Андрей Владимирович, ждали, вот, когда выйдете. То есть уже многие, эта информация, она размещена и у нас в прокуратуре, и она в общем доступе, эта информация есть. И три дня у нас принимают заместители и помощники прокурора. У меня тоже есть помощники, поскольку не всегда получается, да, какие-то там совещания, еще что-то в среду. Не всегда получается, что целый день ты находишься на рабочем месте. Но стараемся всегда принимать. Гражданин может спокойно прийти, сразу попасть на прием. То есть не надо предварительной записи, ничего, пришел, попал на прием. А какой лучше все-таки направить в письменной форме, опять же, в электронном виде? По времени, касаемо личного приема, такого времени никак не определено. Все, конечно, зависит от того вопроса, да, с каким гражданин обратился на личный прием, и именно вот, что там за проблематика, насколько иногда получается, что стараешься сразу разобраться в какой-то проблеме, для этого приглашаешь, например, если это на действие судебных приставов, мы практикуем приглашение сразу судебного пристава или его заместителя, он там с исполнительным производством приходит, и мы на месте зачастую собираемся и разбираемся именно вот в кабинете прокурора, что значит, почему человек там полгода уже ходит-ходит, а добиться какой-то там правды или какого-то конечного результата, на который он рассчитывает или, по крайней мере, ожидает, он не может. Вот такая практика есть, поэтому вот такие, конечно, они, да, есть, нет, где разъяснительного характера ответ даешь, и гражданин сразу как-то... Зачастую люди приходят юридически неподкованно, да, и поэтому кому-то достаточно уделить пяти минут, да, совета, и они, как бы все, Андрей Владимирович, мы поняли, да, как бы все, мы... Андрей Владимирович, скажите, а вот в последнее время были ли какие-то случаи, которые, ну, вас удивили и поразили как прокурор, я имею в виду жизненные ситуации, и скажите, вот вы доводите всегда начатое до конца? Доводить начатое до конца, наверное, начнем с этого, стараемся, стараемся. Еще раз говорю, три тысячи обращений в год, тысячу обращений за четыре месяца, но очень в этом сейчас помогает вот как раз вот этот электронный документооборот. Если интересно, кратко расскажу. Да, пожалуйста. То есть наложение вот этой резолюции, оно подразумевает, что я там устанавливаю конкретных исполнителей, конкретные сроки, могу резолюцию свою, я могу ее перенести, поправить, что-то сделать. Поэтому всегда, если я вижу, что действительно необходимо наше вмешательство и какое-то такое быстрое вмешательство, и действительно наша помощь нужна, ставлю сразу сокращенные сроки, беру наличный контроль и вот стараюсь вот это довести именно до логического конца. И очень зачастую это удается, очень зачастую. Единственное, не всегда, конечно, вот желаемый результат, он от нас зависит, есть какие-то обстоятельства, начинаем проводить проверку, выясняем, что оказывается там вот, ну, не все то, что написано в обращении, да, а как-то там и по-иному ситуация разворачивается. Поэтому в зависимости от этого стараемся, конечно, тоже вот войти в ситуацию и уже по этим обстоятельствам разобраться до конца. Это вот к вопросу, наверное, отделения личного от профессионального. Наверное. Бывали такие случаи, вот сложно это отделить вашей профессией? Бывали. Бывали, сложно. 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 Ну и по поводу примеров? По поводу примеров, ну, наверное, вот самое вот, что приходит, вот с отпуска вышел на приеме, вот в среду, как раз в прошлую, заходит мальчик 10-летний с папой, вот, и причем папа такой говорит мальчику, ну, объясни, что происходит, и он начинает объяснять. Пришел со школы, мама в состоянии алкогольного опьянения, выгоняет из дома, с папой они какое-то время не проживают, и вот какой-то конфликт с мамой произошел, в итоге мама, значит, настояла на том, что этот мальчик 10-летний просто ушел из дома. Камон, конечно, к папе. Папа не лишен родительских прав, папа работает нормально, и выяснили ситуацию, сразу пригласил заместителя, вот, ну, подключили, подключили всех и вся, и вот как бы в эту ситуацию, да, вошли, сейчас там двигаемся. Ну, это буквально недельной давности ситуация, по крайней мере, определились, да, что алгоритм действий наметили, как необходимо поступить. Ну что же, вот, наверное, заключительный у меня вопрос будет к вам. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли прокуратура может помочь тем, где другие ведомства не смогли или даже не захотели помочь? Ну, мое личное мнение, что только прокуратура и может, наверное, вот помочь в таких ситуациях. Ну, это, оно мнение, сложившееся уже вот на многогодовой практике, как назвать ее так, наверное, ну, 22 года, да, довольно такой срок уже большой. Вот это, мое мнение, сложившееся именно на этом. Да, действительно, там, где люди ходят полгода, год, три года, вот, примеры, например, зачастую у нас обжалуются постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Человек написал три года назад заявление, ему там проверку провели по его заявлению, в 10 дней отказали, и вот проходит там год, два, три, полиция пишет, то не выяснили, там что-то недовыяснили, что-то, что-то, а там, ну, явные признаки состава преступления. Жесткая у меня очень реакция вот на такие обращения. Могу, ну, не хвалясь на это сказать, что навели мы определенный порядок в этой части. На личный контроль беру такие обращения, ставлю сокращенные сроки, и самое главное, ставлю задачу своим, значит, помощникам, заместителю, что вот у нас есть там неделя срока на рассмотрение обращения, мы должны поставить финальную точку. Или мы возбуждаем уголовное дело, или мы, значит, выносим постановление об отказе, которое никто никогда не отменит, и по которому уже мы будем готовы написать заключение при необходимости о его законности. Но все-таки стоит обращаться в прокуратуру, если действительно обращались уже в другие надзорные органы, нет ответа, либо отписки, либо просто никак не реагирует ведомство. И вот остается единственный выход – это обращение в прокуратуру. Не бояться приходить, говорить, рассказывать, писать. Ну и вы, как ведомство надзорное, уже окажете посильную поддержку. Стоит. Стоит обращаться. Ну, единственное, наверное, надо немного разграничивать. Есть судебный порядок у нас, да? И по некоторым вопросам необходимы именно гражданину судебные решения. Подключение там уже потом в последующих судебных приставах для того, чтобы было исполнено. Мы по своим актам реагирования, конечно, представления вносим, рассматриваем. Но в основном большая часть, конечно, нарушений устраняется по этим представлениям, но иногда и нам приходится идти в суд. Поскольку нам ответ поступает, что да, рассмотрели представление, но тем не менее считаем, что вот так, так и так, и как бы нарушения устранять не хотим. Идем дальше, идем в суд, получаем судебное решение и по судебному решению уже добиваемся уже полного восстановления нарушенных прав. Андрей Владимирович, а вот чтобы не ошибиться с обращением, все-таки есть в прокуратуре города и в районах в отдельности какие-то, ну может быть, консультации, горячие линии, куда граждане могут позвонить и просто проконсультироваться. Ваш ли это вопрос? К вам ли обращаться вот с этой бедой и болью? Либо все-таки есть какие-то другие инстанции, которые первоочередно обязаны помочь и сделают это быстрее и эффективнее? Горячие линии есть по определенным вопросам, вопросы ЖКХ, там, ну в основном социальной сферы, наркотизации населения. Да, есть горячие линии, можно позвонить туда, но опять же я говорю, это узкий вопрос. Тем не менее, довольно доступ к телефонному справочнику, он есть у обычных граждан, как правило, я сейчас, ну я зачастую убеждаюсь, набирают, скажу так, никому еще не отказали, вот даже в консультации какой-то, если вопрос именно связан с тем, куда необходимо человеку обратиться. Что? По телефону, конечно, принимать, да, там, обращения не будем, разъясняем порядок, необходим, может, там, на сайт генеральной прокуратуры зайти, на сайт прокуратуры области, кроме того, сейчас обращение через госуслуги можно подавать в органы прокуратуры. Плюс, значит, там, почтовые никто у нас не отменял, да, отправление. Да, написать письма по старинке. Да, ну вот, по статистике небольшая, у нас более тысячи обращений поступило, из них порядка 800, это поступило как раз через сайт, через госуслуги, то есть сейчас люди очень, прям, ну, востребованы и пользуются, пользуются. Наличный прием... Потому что сокращает время, конечно, и деньги, что уговорить, да? Да, сделал для себя какие-то вот тоже анализы провел, на личный прием, как правило, обращаются пенсионеры, и вот именно те, кто уже куда-то обращался, и вот они идут, если они раз сходили к прокурору, они стараются вот именно на прием попасть второй, там, третий раз, например, уже, может, даже с другими вопросами, но идут, вот, смотрю, к прокурору, ну, еще раз, наверное, доверие какое-то вызываем. Наверное, первый раз, там, по обращению все меры приняли, восстановили нарушенные права, поэтому граждане идут и повторно обращаются. Ну, на это направлена и ваша работа. Да. Благодарю вас за интересное интервью, спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Прокурор в теме», ну, а ответы моего сегодняшнего гостя были очень исчерпывающими. Спасибо за внимание, всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо.